Сахарката надо было добавить. Саша привез все новинки, которые есть сейчас у нас на российском рынке. Да, великолепная подборка у нас сегодня по пистолетам. Не стрельнула, что ли. Ух ты, ничего себе. Примерно. Или вот это. Не умеешь ты холодец резать. Отстрелялся он вообще феноменально, если честно. Большие пистолеты, как правило, сложно носить. Здесь самая маленькая длина ствола. Бам! Неплохо получилось. Привет, друзья! Меня зовут Андрей Шелестов, а это новый выпуск на нашем канале «Оружейный барон». Я сегодня буду рассказывать об очень интересном и отличающем нас, как оружейный рынок, от всего остального мира в сегменте оружия. Мы, конечно, в душе очень любим короткоствол и мечтаем, чтобы его нам разрешили. Потому что наши владельцы оружия, российские, они очень ответственные, разбирающиеся и знающие правила. И разрешить им короткоствол я бы, наверное, согласился. Но мы по ряду причин. Отличаемся от мира тем, что взамен короткоствола у нас есть свой сегмент, так называемое травматическое оружие. Ставь лайк, пиши свои комментарии, есть ли он у тебя, этот ствол, а если нет, продолжай смотреть, а мы начинаем. Это подморозило бы, а? Такой бы баллистический следол получился. Эх, красотища. А потом? Калинину помажем. После всех этих роликов любит она следолужку. А что ты мазаешь? Саня, привет. Давно тебя не видно было. Ты где-то проверял оружие, тестировал что-то новое, добавлял и улучшал наш оружейный рынок. Я понимаю, правильно? Да. Саша привез все новинки, которые есть сейчас у нас на российском рынке. И о них мы будем сейчас рассказывать, стрелять, тестить. И на самом деле производители травматического оружия выпускают новинки гораздо чаще, гораздо интереснее, чем производители других видов оружия. Сейчас развиваются новые направления. Это практически спорт с травматическими пистолетами. Они настолько вышли на новый уровень, что, в принципе, стрелять на 10 метров можно достаточно точно. Подготовили мы довольно-таки серьезный рубеж для этих пистолетов. Ну, соответственно, сначала постреляем обязательно на точность. Выставили на 5 метрах мишени. И следующие, как бы, под завершение очень интересные тесты. Мы тут, в общем, наварили баллистического геля и запаслись баллистическим солидолом. Из чего варят баллистический гель? Что за продукт? Вчера вечером сварил из агар-агара неплохой баллистический гель. А что такое агар-агар? Агар-агар? Это, в общем, в 6 раз лучшее желатина. Агар-агар я вообще первый раз слышу, но на самом деле, я думаю, про эту новую серию мы снимем. Ну-ка, что вы там наварили? Да. В общем, не смотри на форму. Форм-фактор тут. Самое главное содержание, да? Все что угодно. Ну, какой плотный. Ух ты, ничего себе. Вот напряги мышцы. Ну, примерно. Я бы сказал, даже не примерно. Здесь потверже будет. Друзья, кто варит из вас баллистический гель, пишите свой рецепт, а мы его протестируем. Одна из интересных новинок – это непосредственно пистолет Тень-37 от компании Тор. Новая Тень-37. Калибр этого пистолета 10х28. Вес пистолета у нас 710 грамм. Имеется автоматический предохранитель в спусковом крючке расположения. Имеет прицельные приспособления. Также целик регулируется в горизонтальном положении. И также имеет планку Пикатинни для установки тактических аксессуаров. В этой модели в стволе преград нет, но ствол исполнен сужением, чтобы не могли использовать никакие другие патроны, кроме травматических. Тень-37 также имеет затворную задержку с двух сторон. Емкость магазина 10 патронов. В комплектации этого пистолета идет сам пистолет, магазин пистолет. И также мы имеем в комплектации уже готовую пластиковую кобуру. И увеличенную накладку на рукоятку. Очень по своему форм-фактору и по механике похож на ГЛОК. Но что еще интересно по этому заводу, когда была выставка недавно, приезжали ребят с этого завода. Они ориентированы на клиентов. Они говорят, что вы хотите покрасить в любой цвет, мы вам покрасим. Хотите, сделаем рукоятку другой формы, без проблем. Какие-то небольшие девайсы, доработки, все уже можно сделать. Это приятно. Здорово, потому что ты бери и владей, а там уже сам чем-нибудь. Подстраиваются. Да. Пойдемте, постреляем. Калибр 10 на 28. Накученность. Так, у нас дистанция в районе 5 метров. Стреляю, 5 патронов. Ох и точно бьет, день 37. Патрон, чейз. Одно отверстие, считай. Африку получил. Нарисовал. Шарик я нащупал. И у нас проникновение получилось в районе 36 миллиметров. 36-37. Следующий пистолет от компании Курс. Это СД-320. Полностью новый переработанный пистолет. От Курс это СД-320. Внешне он выглядит как знаменитый пистолет Зигзаур Пи-320. Длиной 188 миллиметров. Ствол длиной у него 101 миллиметр. Прицельные приспособления данной модели не регулируются. Но имеет затворную задержку с двух сторон. Как с левой, так и с правой. Что позволяет нам стрелять из этого пистолета из любой руки. Также магазин стальной. Емкостью на 10 патронов. Имеется планка Пикатине. Калибр пистолета 9 миллиметров ПА. В комплектации магазин и также ёрши для чистки. Хорошая финишная обработка. Хорошая фрезеровка. Все линии выдержанные. Четкие, не имеющие никаких облоев, заусенцев. Так, давайте постреляем теперь. Ну и по личным каким-то таким тактильным ощущениям. Мне нравится, что вот здесь у пистолета бочкообразная рукоятка. Хорошо удерживается в руке, но чувствуется массивность затвора. Также великолепная у нас скучность у пистолета. Все у нас в десятке. И прекрасно проинформирован, заведен пистолет или нет. Потому что здесь находится красное пятнышко на самом внутреннем курке. И оно тебе показывает, что пистолет заряжен, пистолет заведен. Так что все работает, все хорошо. При перезарядке я каких-то подбросов пистолета не почувствовал. Все довольно-таки эргономично, удобно. Это у нас SD-320. Четко. Мягкий спуск, хороший. Так, дистанция у нас была 5 метров. И патрон от компании Chase. Так, у нас проникающий 25 миллиметров. Тай, знаешь, я пока стою, мне захотелось стремнуть вот в резину вот в эту. Порубьет или не пробьет? Ну, только в боковушку. В боковушку, чтобы обратно не прилетело. Да, ладно. Ну, прямо вот сюда. Я вот сейчас так вот, под углом. Подожди, а ты в корт прямо хочешь? Да. А вот бесполезно. Ну, ладно, посмотрим. Берегите эти конечности. Не стрельнула, чего? Потому что я не зарядил. Ну, как адреналин? Мне кажется, я не попал. Или вот это? Изнутри. По-моему, я не попал. Давай еще раз. Надо еще попробовать. Ты вот смотри. Удар был мощный. Даже вода вылилась. Но пробить не врубила. Так, следующий. Этот от той же компании, только слегка измененный. Фантом Ген-2. Поработали над стволом, над муфтой, над затвором. И это очень благоприятно сказалось на качестве и характеристиках пистолета. Фантом Ген-2 от Курса. Общая длина пистолета у нас составляет 190 мм. Сам ствол имеет длину 114 мм. Ствол сделан со смещением благодаря двум эксцентриковым втулкам. Стальной магазин на 10 патронов. Калибр этого пистолета 9 мм ПА. Прицельные приспособления у нас не регулируются. Имеется подствольная планка Вивера. В комплектации этого пистолета идет сам пистолет, магазин и еж для чистки. Так, лежит в руке хорошо. Пистолет чувствуется полностью. Обхват у меня также полный. Рука у меня небольшая, средняя. Размер L, если перчатки выбирать. Ну вот с такой рукой пистолет лежит просто превосходно. Причем я его полностью ощущаю. И он у меня не болтается. Как-то перехватить его даже не хочется. Давайте попробуем постреляем. Так, по отстрелу также великолепно. Все у нас сгруппировано в районе циферки 10. Все пробоины. Ну, одна у нас ушла влево. Это, наверное, скорее всего, фактор стрелка. Но для самообороны этого пистолета предостаточно. Да даже для занятия спортом этого пистолета предостаточно. Потому что при стрельбе каких-то излишних подбросов я не ощутил. Все довольно-таки сухо, лаконично. И пистолет отработал все, что ему положено. Сейчас выстрелим из «Фантома Ген-2» по баллистическому нашему гелю на агар-агар. Так, патроном стреляем. Чейз 9 мм. Отлично. Вообще, что-то... А, вот он. Все. Нащупал. И теперь делаем наше измерение. Все. Проникающая способность у нас такая же, как у предыдущих пистолетов. 25 мм. Вот такие результаты мы получили. Сахарка-то надо было добавить. Если бы не пригодилось, съели бы. А так постная херня какая-то получилась. Отсолидованный в Африке солидованный. Называется «Гроза-3А». Работает на патроне 9 мм ПА. Полностью все детали сделаны из стали. Надежный, удобный, компактный пистолет. Снабженный двухрядным магазином на 10 патронов. Пистолет «Гроза-3А». Вес данного изделия 830 грамм. В снаряженном состоянии 900 грамм. Полностью изделия 180 мм. Длина ствола 95 мм. В свале имеются две эксцентриковые втулки. После втулок идет продолжение гладкой. И после гладкого 1 третья часть ствола имеет неглубокие прорезы. Целик имеет регулировку влево-вправо для более удобного прицеливания. Флажковый предохранитель. И также имеется затворная задержка. Калибр данного пистолета 9 мм ПА. Здесь самая маленькая длина ствола. Затем сам затвор более легкий, чем у предыдущих вариантов. Но рукоятка полноценная. И вот моя рука прекрасно его обхватывает. И удобно удерживать этот пистолет. Так, пистолет Гроза 3А. Будем отстреливать патронами фирмы ЧЕСТ. Калибр 9А. Ну все, пистолет отработал великолепно. Также все пробоины у нас в центре, в десяточке. Выглядит красиво и компактный, и надежный. И еще полностью фрезерованный стальной. Так что неплохо получилось. Большие пистолеты, как правило, сложно носить. Совершенно верно. Мне кажется, должен быть больший ассортимент небольших пистолетов. Типа как Зигзаур 365. Небольших. Вот именно в таком же калибре крупном. Так что, господа производители, подумайте над этим вопросом. Все, попал. Мне кажется, она слишком жесткая, она туда не проникает. Не, не, проникла, проникла. Да? Да. Вот он, девятка, и шарик вот у нас остался. И по нашему балл-гелю он проник на 27 миллиметров. От компании «Фортуна» у нас два пистолета. Это полностью идентичные модели. Это Т12ФМ2. Только один у нас азотированный, а другой просто химоксидированный. В общем, азотированное покрытие, оно намного стойче к различным внешним окислителям. Вот так скажу. Следующий пистолет у нас – это новая модель Grand Power T12FM2. Он получил новую оболочку. Также увеличенная кнопка магазина, что позволяет нам более удобно доставать магазин. Магазин из стали, подаватель пластиковый. Пистолет в калибре 10х28. Целик регулируется в горизонтальном положении. Также в этом пистолете имеются дополнительные в комплектации две мушки, которые устанавливаются как на минус один, так и плюс один. То есть пониже и повыше. Вес пистолета у нас составляет 770 грамм. Общая длина пистолета 187,5 миллиметров. Длина стола 100 миллиметров. В комплектации этого пистолета идет пистолет-магазин. Вот такой вот шасси-граник для регулировки целика. И также дополнительно идет две мушки. 10х28. Патроны, которые сейчас будем использовать, это от этой же компании, от компании «Фортуна». Патроны называются «Спорт Магру». Да, великолепная подборка у нас сегодня по пистолетам. Все, в общем, в десяточке. Также идеально подойдет для занятия спортом. Пистолет вообще не брыкается. Повторяемость выстрелов у него прекрасная. И по прицеливанию также никаких нареканий нет. Не умеешь ты холодец резать, в общем. Так тебе хочу сказать. А так вообще я нормально попал. Ну смотри, как разрушает. Кажется, тебе же слишком жесткий. Нет, как будто в тонусе, в общем. Да, мощный. Как будто на спорте. Вот смотри, кстати, разные отверстия. «Девятка». У него мало бахромужих таких. А вот здесь вот как раз вот здесь на 28 он как раскидал на 33 миллиметра. Вот так вот проникающий все-таки у 10 на 28 получше будет. От компании «Стрелы» у нас вот такой пистолет. Называется «МП-9» на патроне 9 миллиметров ПА. Два пистолета от «Стрелы». Это «МП-9» и «МП-9» исполнение «1». Характеристики у них схожие. Калибр этих пистолетов 9 миллиметров ПА. Длина пистолета составляет 167 миллиметров. Длина ствола 94,5 миллиметров. Вес пистолета 755 грамм. Внутри ствола имеется одна перегородка. УСМ двойного действия. Как самовзвод, так и предзвод. Магазины у них металлические. Разница в этих пистолетах. Исполнение «1» идет флажковый предохранитель. И затворная задержка вот в таком вот формате. С правой стороны увеличены насечки для более удобного захвата. Магазин достается за счет вот такой функции. В «МП-9» кнопка выброса магазина устроена вот таким вот методом. Затворная задержка имеет немного другую форму. А также этот пистолет имеет планку «Пикатинни». У обеих этих моделей прицельные приспособления регулируются только целик в горизонтальном положении. Стрела «МП-9» имеет комплектацию «Пистолет и 2» магазина. «МП-9» исполнение «1» имеет комплектацию «Пистолет и 2» магазин. До этого они выпускали стрелу под патрон 45 и «Рубер», а сейчас вот как раз в «Девятке» появился. Полностью также фрезерованный, металлический и вот с такой удобной планкой «Вивера» внизу. Да, можно... Все, что угодно. И прицел, да, и фонарик в основном. Видом свой. Бам! У нас настолько сильный ветер сейчас, что мишени не выдерживают. Не знаю, как Андрей сегодня прилетел. Ветер просто с ног сносит. А постреляем вот из этого пистолета. Исполнение «0.1» без планки «Вивера». Но на рубеж, когда ты его берешь, чувствуется в пистолете некая монолитность, если можно так сказать. Он довольно-таки плотный, сбитый. Нет ничего лишнего. И, конечно, вот эти шероховатые поверхности на рукояти, они помогают для удерживания. Ну и пистолет управляется неплохо. Чувствуется немножко баланс в переднюю часть. Ну, как бы, давайте присоединим магазин. Да, он ушел. Так что все, пистолет полностью сбалансирован и хорошо держится в руке. Давайте теперь постреляем, посмотрим, насколько хорошую кучность он и параметры стрельбы дает. Патроны, которые будем применять, это патроны ЧС-9ПА. Вот так отстрелялся он вообще феноменально, если честно, потому что я целился ровно в цифру 10. И все пробоины у меня там в этой цифре и остались, ну, кроме одной, потому что она у меня совсем высоко убежала на восьмую отметку. Так что пистолет мне очень понравился по всем своим характеристикам. Здорово сделали. Так, сейчас проверим пистолет МП-9 от компании Стрелан непосредственно по баллистическому гелю. Так, патрон у нас ЧС-9 мм ПА. Блин, я вижу шарик. А, вот у нас шарик. Все, я нащупал шарик. Таденц. 22 мм. Так что вот, в среднем у нас проникающая способность от калибера 9 мм ПА в районе 23-25 мм. Но есть у нас еще вот такая вещь. Ух ты! Это у нас баллистический солидол. В общем, зачем он нам будет служить? Во-первых, когда у нас идет удар, у нас образуются как бы временные пульсирующие области, которые, если, например, вот на этом геле, они не покажутся, потому что они сразу затянутся из-за его структуры плотной. А здесь довольно-таки вязкая структура, которая сможет остановить пулю. Это раз. А во-вторых, показать, насколько она много энергии отдала. Это два. Только подальше надо от этой штуки. Ничего, ничего не забрызгала. А то будешь вообще воду не проницаем. Здорово, давай постреляем. Ну все. Разрешите приступить? Так, у нас сейчас гроза. 3А. Патрон 9 мм. ПА. Компания ТИПТРИМ. А у меня перчатки есть специальные, потом мне отстираешь его. И аккуратнее с этими, со штанами. Да он, это такая штука, прилипчая, Саня. Видите? Надо? Нет. И оказывается, Саня не зря в химическом институте учился. Саня, что такое ортохлор, бензолиден, молонодинитрил? И ПРИТ. Да какой ИПРИТ? Нет, ладно. Так, какой у нас результат? Убираем всю лишнюю штуку, которая нам не нужна, соответственно. И у нас получился вот такой кратер. Очень красивый, с шариком. Шарик у нас остановился, и мы прекрасно видим, что какой, какой часть энергии у нас отдал шарик непосредственно нашему объекту. Вот. Но этот способ такой, он чисто наглядный, и мы можем, например, сравнить два калибра. А не то, что этот. Как бы он подходит под все испытания. Потому что плотность льды будет у нас отличаться. В зависимости от температуры. Диаметр воронки у нас получается 120 миллиметров. Глубина воронки. Блин, я тебя испачкал камеру. Пардон. Теперь будет не ржаветь. А глубина 70 миллиметров. Так, глубина проникновения непосредственно шарика. 10 сантиметров или 100 миллиметров. Так, предлагаю теперь у нас все это скрыть. Ничего себе разворотило. Это что за калибр? Это 10 на 28. Значительно больше. Хорошо. Вы чувствуете разницу, как говорится. Да. Так, как из гаубицы. Так. Убираем мишуру. Которая нам помешает сделать точные измерения. Диаметр у нас кратера какой получился. Уже 155 миллиметров. Глубина кратера нашей пульсирующей области 80 миллиметров. Так, а глубина проникновения самого шарика 160 миллиметров. Так что все показания у нас возросли на 30%. Ого. В среднем. Выбирайте калибр правильно, как говорится. Это еще мы из усы не стреляем. Надо два ведра вы. Ну что, друзья, мы вам рассказали о травматических пистолетах, которые появились на рынке совсем недавно, в этом году. А самое главное, это тренироваться. Тренироваться практически каждую неделю для того, чтобы знать, как использовать и повышать свои навыки. Правильно я говорю? Да, совершенно верно. Чтобы не пылился, ни в коем случае он где-то там. В темпе. И вдруг вы станете чемпионом по травматическим пистолетам. Пишите в комментариях о вашем опыте владения. И давайте вместе перезарядим отношения к людям с оружием. Спасибо, Сань. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!